Сегодня у нас такая, знаете, дружеская встреча будет с участниками марафона. Он назывался тогда «Марафон успеха». И сегодня мы будем делиться нашими результатами, нашими впечатлениями на этом марафоне. Марафон начался в октябре, длился три месяца. Ну, для кого как, да? Кто-то там осилил один месяц, было достаточно, кто-то больше, кто-то продолжает до сих пор, как я знаю. И давайте мы сегодня с вами вспомним, поделимся, как всё начиналось, кто с какой задачи пришёл, кто что получил на этом марафоне, как вы себя сейчас чувствуете. Ну, пару слов о себе тоже скажите. Давайте я начну тогда с себя. Мне этот марафон очень как-то откликнулся, отозвался в тот момент, потому что у меня был запрос. Запрос был выйти в ресурс. Но, если честно, я пила коктейли, я пила соус-тики, я пила различные вкусные другие продукты, там сок нони, витамины. У меня на момент, наверное, это было уже начало 22-го года, начался гипотерез, просто я не знала, что это такое у меня было. То есть со всеми вот этими стрессами, всё, что длилось уже, длится 4 года, постепенно уходил ресурс, и постепенно происходило такое, знаете, обесточивание и выгорание. То есть я как нутрициолог консультировала много активно, особенно в начале пандемии. Всем была нужна консультация нутрициолога, грамотного человека, который там расскажет, чего не хватает, как защищать организм. И было всё классно. Но уже в конце 21-го года я помню, что у меня вот просто пошёл спад. Ещё там в окружении некоторые были изменения и сложные моменты, там потери людей и так далее. И как-то вот всё стало совсем тяжело уже к началу 22-го года. Все новые события. Я переболела два раза коронавирусом. Так достаточно неприятно. И всё как бы пошло вот так вот вниз-вниз-вниз. Это был и гипотерез, который я достаточно поздно выявила, то есть это как бы замедление метаболизма, это вялое состояние, это апатия, это вот плохо работающая голова. Вот всё вот в этом ключе. И потом потихонечку пошёл набор веса ещё на фоне того, что после коронавируса очень хотелось. Причём, короче, всё вот так вот поджирала для того, чтобы как-то, не знаю, получить энергию, получить радость, получить вдохновение. То есть вот такой был у меня период. Вот, и когда я начала марафон, наверное, у меня не было каких-то ожиданий. Вот это, наверное, главное. У меня не было никаких ожиданий. Я просто начала делать всё то, что рекомендовал Олег и команда. Вот, то есть я стала пить смарт-мил два раза в день. Солстики я добавила тоже два раза в день. До этого я пила один. У меня даже получалось три раза в день. Мне стало так вкусно. Вот, и кардицепс. Кардицепс для меня был вообще новый продукт. И я его раньше вообще не воспринимала как какой-то продукт, который можно на постоянной основе или там долго пить. Вот, ну, то есть иммунитет, да, заболевала, делала чаёк из кардицепса. А тут по две капсулки три раза в день. Ну, вообще как бы новое для меня что-то. Вот, и я, значит, начала пить, и уже через недели три я увидела это состояние. То есть я чувствую себя бодрее. У меня хватает энергии на весь день. И знаете, что самое главное было для меня? Это вот это включилась голова. То есть у меня вдруг заработала голова ясно. У меня вдруг появились какие-то структурированные ясные мысли. Я могла не только получить как бы своей голове идею, а ещё её начать воплощать. То есть начать, скажем так, планировать и делать какие-то действия, да, по чуть-чуть, этап за этапом. Вот. И к концу марафона трёхмесячного это был вообще другой человек. То есть я себя ощутила как той, которой я была вот в девятнадцатом году. То есть столько же активности, столько же энергии, бодрости. Какие плюсы я увидела? Значит, во-первых, я перестала пить кофе и чай. То есть у меня абсолютно ушла вот эта, знаете, зависимость от кофе, от чая. Пью только солстики. Мне они очень нравятся. Больше стала пить воды. Постоянно хочется что-то делать, воплощать. Я записалась на пилаты, стала ходить. Записалась с тренером на плавание. Вот. Сейчас ещё планирую танцы, но у меня уже так много всего, и я так много всего делаю, что я даже не знаю, когда мне это всё внедрить. Вот. То есть моя жизнь забила ключом, потому что до этого, вот эти вот два года, мне вообще не хотелось особо ни с кем общаться, никуда ходить, и была большая вялость, да, и просадка во всём. Поэтому для меня это просто реально вау-эффект от этого марафона. И я сейчас не перестаю делиться со всеми. Я знаю, что меня, наверное, сейчас воспринимают как фанатку какую-то, какую-то сектантку, но я понимаю, что если я не расскажу людям, то, возможно, кто-то, кто был в моём состоянии таком же, не узнает, что есть возможность себе помочь. Вот. Я не представилась. Давайте это сделаю в конце. Меня зовут Мария Калугина. Я родом из Санкт-Петербурга, живу на юге Франции, город Антип, а не далеко от Ниццы, между Ниццей и Канами. Вот. Я поделила свои истории, поэтому передаю слово другому. Кто там у нас хочет следующий, не стесняйтесь, включайте микрофончик и говорите. Маша, давай, я тогда следом за тобой. Ты так прекрасно выглядишь. Меня хорошо слышно, я надеюсь, да? Египет на пользу идёт очень сильно. Всем привет. Меня зовут Амарова Ирина. Я сейчас проживаю в Германии с двумя детьми. Мне 35 лет. Вот. И немножко хотелось рассказать, да, как я... Как у меня изменилось моё состояние, когда я пришла на марафон, потому что до марафона я приехала с Украины, там, где война, но при этом я приехала с НСП из Украины. Я не покидала эту мысль, цели свои. Конечно, было тяжело сначала, но цель как бы с моей головы никогда не уходила, что всегда как бы НСП у меня было на первом месте, да. Потому что у меня огромные результаты были с моими детьми. Вот. И когда я приехала в Германию, не очень с хорошей такой ситуацией, война с детьми, мне было очень тяжело. И мой ресурс энергетический, конечно же, провалился на так... на сильно так... на самый низ, наверное, так сказать. Вот. И мне нужно было его восстанавливать. восстанавливать. И как раз появилась такая возможность, приглашение в наш марафон, марафон успеха. И я так решалась, заходите в этот марафон, не заходите, как бы по деньгам там какие-то у меня были вопросики, да. Ну, я решила все-таки. Зашла на марафон, купила программу. И я... Вот я не умела пить до марафона так солстики, смарт-мин. И у меня не было энергии. Но когда я начала уже внедрять эту программу в свое состояние, кушать, пить, почувствовать... Назар, подожди, я сейчас занимаюсь. У меня сейчас... Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Ой, ты закроешь. Извиняюсь. Вот. И когда я начала на марафоне идти шажочками этими, да, пить коктейли, я до этого так не могла их пить. Пила, не пила, так, знаете, поставлю их, смотрю там через день, через неделю. А это именно по программе начала идти, пить, пользоваться и увидела, что у меня появляется энергия такая неплохая. Я очень люблю бегать. До этого я прям бегала каждый день, там, 10 километров, ну, до ситуации, которая сложилась сюда в Украине. Вот. Здесь, чтобы я бегала, это, конечно, на, как сказать, фантастика. Но когда я пришла на марафон и восстановила свой вот этот ресурс, начала пить соустыки, кушать коктейли, Power Beats, Power Green, у меня теперь, он не уходит с моих полок, потому что это мой такой ресурс. Я понимаю, что это питание, которое, я не знаю, у меня, наверное, как сказать, не то, что, у меня, наверное, крылья, или пропеллер, я не знаю, я бегаю, я занимаюсь плаванием, с детьми занимаюсь, у меня младший ходит на дзюдо, на футбол, и это нужный ресурс для мамы, для всего. Изучение немецкого языка, это колоссальный, колоссальный нужно ресурс, чтобы впихать этот, ну, язык в себе, чтобы понимать. И на это всё нужны ресурсы, которые у меня не было, у меня было уныние там. А потом я это всё приставила, вот, я это потом приставила как раз на марафоне. И плюс ещё у меня не слаживалось в бизнесе, а так хотелось доносить людям, что есть такой замечательный продукт. И у меня вот это вот начало всё слаживаться потихонечку, да, я начала делиться, я закрыла как раз лидера ассистента вот у нас на марафоне. вот, это такой интересный результат у меня был. И люди начали меня слышать, они, видя моё состояние, да, как я меняюсь, как энергетически чувствуя меня, тогда уже начал рост и просто дела начали идти сами по себе хорошо и в спорте, и с детьми, и в бизнесе, вот, и в языке, когда я начала уже понимать. А до этого у меня почему-то сложно это всё было, концентрации не было. Вот самое главное, что с витаминами, да, вот с этим правильным питанием приходит в голову концентрация, которая помогает просто делать невероятные результаты и ставит цели, которые я ставлю сейчас, у меня очень огромные цели, и шаг за шагом я понимаю, что я к ним приду, иду, хоть небольшими такими шагами, но я иду, у меня получается. Так что я очень благодарна, что вообще зашла в этот марафон, что научилась правильно кушать, потому что у меня тоже, Маша, был гипотериоз, это тоже нехватка колоссальная витамина, и там щитовидка у меня в шоке была, сейчас как-то у меня лезли волосы, у меня колоссально вылазили волосы, я даже не могу передать, как они, сейчас это вообще у меня восстановилось это все, волосы у меня в прекрасном состоянии, крепкие. Да, я живу сейчас в Германии, у меня волосы крепкие, кожа у меня прекрасная, я люблю свою кожу, тело, свой энергический ресурс, бегаю, потому что невозможно, столько энергии, она просто у меня сверх нормы, вот, я не жалею там на, я понимаю пользу соусиков, пользу вот этих всех продуктов, вот, и жалею, конечно, да, для этого, и у меня еще это все пьет мой ребенок, очень, потому что он спортсмен у меня, его надо подкармливать, я понимаю, что, вот, это очень важно, так, что еще хотела сгубать, видать, у меня ногти стали крепкие, у меня, я ходила до этого, ну, моего мастера, да, и когда она два месяца мне делала маникюр, там, месяц, через месяц, она мне постоянно говорила, как раз во время вот марафона, когда я усиленно пила эти продукты, инновидировала, у тебя такие крепкие ногти, я говорю, спасибо, я понимаю, почему, тоже поделилась с ней, вот, ну, за сон я молчу, у меня очень крепкий сон, шикарный просто, да, я сплю очень хорошо, если у кого есть проблемы с сосном, тоже советую обратить на это внимание, пить продукты, вот. Я еще, знаешь, что хотела добавить, поскольку я тебя лично видела в январе 23-го и в январе 24-го, это вот со стороны тоже две разные женщины были, два разных состояния, ты помнишь, можешь пару слов сказать? Да, я поехала в январе 22-го, да, Маша, 22-го? Я уже не помню. 23-го и январь 24-го, вот, разница. Конечно, я была перепуганная, но все же я поехала туда, я не боялась, покупала билеты на самолет, потому что конференции для меня, я понимаю ихнюю цель, ихнюю пользу для меня, колоссально помогать, если вы хотите расти, конференция, она должна быть на первом, ну, как бы, стоять у вас в блокноте уже за, по плану, что вы поедете на конференцию, если вы хотите вырасти, хотите продвигаться в бизнесе, там, новые знакомства, знания, это глоток для бизнеса шикарный, вот, и у меня никогда так получалось, у меня никогда не было денег, но они находились, я там брала вдох, я ехала на эти конференции, я понимаю ихнюю пользу, вот, и когда я, конечно, ехала, мой ресурс был на дне, потому что у меня куча проблем было, я только приехала в новую страну, дети, у детей проблемы у меня, ну, я не буду сейчас перечислять, но я все-таки села и приехала на конференцию в Польшу, прилетела, да, я прилетела туда за рангом, который у меня не получился, я не проследила, ну, на ошибках учиться, так сказать, я прям на своих ошибках и училась, учусь, да, мне получается так, что, ага, не получается, я это увидела, то есть, я должна это увидеть, сказать, лбом стукнуться, да, и потом понять это, вот, я не получила ранг, уехала, и уже через год я опять повторила, но уже с этим же рангом, да, я закрыла, я нашла лидера, который, вот, вырос со мной, со мной, росли мы вместе, да, он закрылся лидером, я стала лидер-ассистентом, вот, и он сейчас растёт, я расту, и благодаря, вот, благодаря вот этим движениям, да, движениям и желанию, и продукту компании, да. Да, я хотела как раз, да, про это состояние сказать, что это было просто два разных состояния, и на этом состоянии происходит успех, то есть, твой рост благодаря этому состоянию произошёл в том числе, напитанности, ресурсов, вот. Ирочка, очень рада тебя. Маш, я вот просто, если, вот, моё пожелание для всех, если вы хотите, вот, изменения какие-то в жизни, ставите цели, вот, без продукта, у меня это не получалось, вот, нужны витамины для того, для подпитки мозга, для клетки, чтобы она двигалась, хотелось идти бегать, вот, эту энергию запускать, так не получается, вот, просто там, как некоторые говорят, я на диете сижу, мне хватает травки, муравки, там, у меня правильное питание, а сама спит, там, на уроках, такого не получится, да, надо в себя вкладывать, и это даёт компания нам, да, вот, помощь такую, в виде витамин, в виде питания, просто всем советую, смарт-мил, вот, Олег, он донёс, кстати, я ещё хотела сказать, на марафоне он донёс, вот, за этот продукт, за смарт-мил, это просто вот, я не знаю, ну, не найти этого продукта нигде, всё нужно, всё вот, всё в этом, в пакете, все виды витамин, ты просто кушаешь один раз, и фигура в шикарном состоянии, и голова твоя в прекрасном состоянии, и вот, когда я начала кушать эти продукты, и показывать, что я кушаю, и показывать, как я это делаю, как я люблю, как они, я их люблю, эти продукты, и они начали повторять, вот, каждую пачку, смарт-милы, там, косметику, я им принесу, там, я покажу, в группе, они это всё вот, да, это вот передаётся, да, передаётся людям. девочка, спасибо, мы пойдём дальше по результатам, спасибо, у тебя много энергии, и это классно, это здорово, я тебе желаю дальше, пусть она у тебя будет, и осуществляются все твои задуманные цели и желания, я увидела у нас, Алёна убежала, Алёна, я увидела тебя, я знаю, что ты на работе, давай мы тебе дадим слово, если у тебя есть такая сейчас возможность, чтобы отпустить дальше работать, людей в белых халатах. Да, всех приветствую, я сегодня на работе, как и всегда, в общем-то, на сегодня я дежурию, да, всегда нести рабочие моменты, меня зовут Светкова Алёна, я врач-нефролог, заведую диагнозным центром, в общем, чем я сейчас и занимаюсь, тоже работаю и заведую. Я вступила на марафон с самого начала, и как раз это сложилось с тем моментом, когда я вышла на работу после декрета. Три года синий трактором у меня работал в голове, и продукты марафона мне помогли сконцентрироваться и начать работу, влиться в режим, да, а режим у нас иногда не норбированный, и собраться с силами и не потеряться, сконцентрироваться на самом деле, и мой иммунитет работал просто на ура, когда все в округе у меня как раз осенью все болели, я не болела, и ребенок мой, естественно, тоже не болел, и на больничный, естественно, это же не ходило. Все удивляются, откуда у меня столько энергии, я говорю, все просто, все просто, нужно вовремя пить витамины, именно правильные витамины, и поддерживать свой иммунитет. Так что вот мой секрет успеха, как ни странно. И да, Ирина все раскрыла, подробно рассказала, на самом деле все изменения у всех людей, причем это работает сразу же с первых дней, сразу же вы увидите, кто еще не был на этом марафоне, кто еще не пробовал именно в таких дозировках эти продукты, вы увидите, что это работает, и работает сразу же на первую неделю. Вот мое личное мнение, как врача с большим стажем и как потребителя этого продукта, я скажу, что это работает, и работает очень хорошо. У меня все. Очень кратко. Спасибо за отзыв, мы тебя отпускаем. Иди работать дальше, конечно, приносить пользу. И продолжаем. Кто у нас следующий желающий? Могу я сказать. Да, давай, конечно. Всем добрый вечер. Меня зовут Олеся Кущева, я из Санкт-Петербурга, мне, о боже, 47 лет. Придя на марафон, я хотела получить легкость, добавить себе стройности, энергичности, чтобы, да, когда там на работе кто-то жалуется на жизнь, чтобы меня это никак не цепляло, и быть в хорошем настроении. В итоге вот начала пить все, как рекомендовали. Кардицепс, смарт-милл, солстики. Я их так полюбила, эти солстики. Вот раньше у меня до тряски с 14 лет я кофе пила. Вот чашку кофе надо было выпить. Мне казалось, мозг у меня не включится. Но он, оказывается, на солстиках прекрасно включается. И тяга к кофе, и у меня, у моей мамы прошла. Мы тратили, ну, много денег на хороший кофе, потом и так себе кофе пили. А потом стали замечать уже к концу марафона, ой, а мы кофе забыли выпить. Сейчас я могу, там, придем куда-нибудь в кафе, там люди берут кофе, а я себе могу какао взять. Не хочу я. Вот этот тремор нервный от кофе. Еще замечательный результат. За время марафона у меня талия 83 сантиметра стала. Я упала вообще. Я три месяца была на марафоне, и до этого сбросила 12 килограмм, на марафоне, да, еще килограмма три сбросила. Ну, в целом, до этого я ЖКТ проходила, потом марафон, и вот у меня минус 15 килограмм. Сейчас вес 64 килограмма, никуда он не колеблется, не добавляется, талия такая же тонкая, и, да, как Ирина говорила, энергии много появилось, захотелось на марафоне двигаться. Я танцевала вместе со всеми на марафоне. Этот батл танцевальный был. Потом стала зарядку делать каждое утро. Неважно, я выспалась, не выспалась, плевать. Я встаю утром, вот начиная с марафона, и до сих пор обязательно делаю какой-нибудь комплекс гимнастический, чтобы себя привести в такое бодрое состояние, и иду дальше. И еще замечательный результат. Мне консилер не нужен был. Ну, состояние кожи улучшается, и дермы, и ногтей, что не нужна какая-то лишняя косметика. Так смотришь, а куда мне его мазать вообще? Никаких синяков, ничего. И такая бодрая, позитивная. И как заговоренная вообще не болела. Ну, все там кашляют, чихают. И на работе, и в транспорте. Я как заговоренная вот до марта была. И думаю, блин, они там все по очереди на больничную, а я одна пошел за всех. Я пахала за себя и за того парня. Настроение замечательное, резюмирую. Спокойствие, позитив. Хочется двигаться. Когда я услышала у девочек и у ребят, что либидо повышается, так, мне не надо налегать. На тот момент мне повышать не надо было. Хотя можно, конечно, сублимировать это в творчество. И Маша вот пошла на пилатес заниматься, а я пошла на тренера пилатеса, и сейчас заканчиваю курсы. Вот. Как-то вот такие результаты еще параллельно ребенок. Смотрел, что ты там ешь, что пьешь, и тоже подъедал, подпевал вместе со мной. И тоже лучше стал учиться на тот момент. И практически не болел. Вот такие замечательные результаты. Поэтому очень рекомендую, кто еще этого не делал, присоединяться к немарафону и вау-эффект свой получать. А еще хочу добавить последнее. Сейчас скажу. Когда я почему-то в запаре забывала выпить кардицепс, к обеду или даже к вечеру уже замечаю, на полшестого настроения. И коллега со мной вместе марафон проходила. Так, пациент, вы давно кардицепс. Вы, наверное, кардицепс забыли выпить. Выпила кардицепс, и все. Через полчаса полный бодряк и на позитиве. На Новый год вот тоже была в марафоне в этом. Немножко, безусловно, шампусика выпила. Или красного вина. И чтобы не было никаких последствий после новогодней ночи. Утром теплый соустик Энерджи. И представляете, через полчаса я вообще не пила ночью. Вот так. Это, конечно, не спортивно, но тем не менее. Разные люди будут на немарафоне. И вот продукцию можно и так использовать, как себя подлатать быстренько после бессонной ночи. У меня все. Точно, Олеся, спасибо, что сказала. Что это же можно еще как рецепт отходника хорошего. Ты уже какой-то праздник или переработала, например. Да, есть такие бывают, засиживаются. Я вот, кстати, тоже вспоминаю, что когда вот дозировка была на один прием меньше кардицепса, вот это чувствовалось. Ну, бывает, там закрутилось, забыла. Энергия-то поперла. Вот. И другой был результат. Так что, да, ты мне тоже напомнила. Я даже, помнишь, нюхала кардицепсы. Немножко насморк пытался прицепиться. Я вот так высыпала немножко с капсулы кардицепса. И так нюх, нюх, нюх. Чая теплого с кардицепсом выпью. Все. Все вирусы отвалились, убежали, в окна повыпрыгивали от меня. Мы твои видео и рилсы прекрасно вспомним, Олеся. Ты у нас, да, вошла в историю. Вот. И с танцами, да, классный у нас был такой батл. Вообще, девчонки, молодцы. И вот сейчас, может быть, как раз пригласим, где у нас там танцовщица прекрасная, Гаяне. Может быть, если можешь, подключайся. Вот. Как раз я вспоминала, что мы про танцы говорили. Хорошо. Всем добрый вечер. Меня зовут Гаяна Григоренко. Мне 35 лет. Живем мы сейчас с семьей в Станице Северской. Это рядом с Краснодаром. По поводу состояния до, да, как бы, что было, потом что стало. Ну, на момент марафона у меня немножко другая история, вот, чем вот у Марии. Я как раз-таки в девятнадцатом году, девятнадцатый год, я как раз только пришла и в нутрициологию, и я параллельно с ней одновременно в НСП. Мне повезло. Я не была в других местах. Я сразу же в НСП попала. Вот. И как раз начала себя восстанавливать. После трех родов у меня трое деток, и мне нужно было себя восстановить, свою щитовидку, аутоиммунный терезит, гипотирез. Я разваливалась. То есть мне тогда было 30 лет, 31 год почти. Я прям вот совсем разваливалась. И как раз двадцатый, двадцать первый год я себя прям хорошо восстановила, очень классно чувствовала. И вот вся активность, о которой вы рассказываете, я начала заниматься. Бегать. Ну, я и так люблю гулять, много-много гулять. Заниматься регулярно тренировками. До этого они у меня тренировками взялись, весами. То есть для меня это было, ну, на регулярной основе, ну, запредельно. То есть меня надолго не хватало сил, энергии, не хватало на это все. Плюс дети, плюс учеба детей. Они у нас все трое дома, и я с ними занимаюсь. Старшие в четвертом классе, нужно с ними дома заниматься. Младшие они вот на подготовке. А я сейчас занята. Это я принесла. Можете выйти. Можно. Вот как раз они. Вот. И момент был такой, когда вот лето было очень такое напряженное по работе, по поездкам. Лето 22 года. Вот не прошлое, а паза прошлого, получается. Там были и выступления, и поездки. И я вот пропустила, несмотря на то, что нутрициолог, момент того, что нужно себя более активно поддерживать. И осенью 22 года, вот, ну, позапрошусь, получается, осень, мне поплохело. То есть по сравнению с тем, что до этого было, я бодрая, энергичная, просыпалась утром рано. Я могла летом, особенно летом. Меня муж называет птичкой. Когда светает раньше, я раньше просыпаюсь. Ну, как бы зимой я не так рано поднимаюсь. И я могла в 5 часов утра проснуться, там, сходить на стадион побегать, там, позаниматься. Потом весь день, там, работа, дети, дом, домашние дела и все такое. И как бы максимально бодрая, активная. А потом была бы просадка. И как раз-таки вот марафон, он попал на тот период, когда я себя, ну, только-только за год пыталась восстановить после этой просадки и вернуть себе то состояние, как бы, недавнее, когда я была активная, бодрая, хорошо просыпалась, энергично. Что мне понравилось? Могу сказать так. Я до этого солстики пила. Ну, во-первых, солстик слим я попробовала только на марафоне. До этого я его, ну, пару раз, наверное, клиентам рекомендовала. Им понравилось, но сама я не пробовала. Но мне понравилось. Солстик Энерджи до этого я пила, ну, от случая к случаю, вот в ситуациях, когда особенно нужна была энергия. То есть для меня это был не продукт на ежедневной основе, а тогда, когда вот, ну, сильная просадка, или мне, допустим, там, сильная умственная активность нужна прям сесть и много работать. Либо для тренировки, когда я чувствую, что я не вывожу, своих, как бы, сил, запасов не хватает организма. Когда я стала на ежедневной основе пить, и да, когда больше, чем один пьешь, это вообще классно, когда два пьешь, супер, когда три пьешь, вообще мега классно. Вот, еще мужа подсадила, он очень любит солстик Энерджи, да, он прям для него, это такой продукт классный, он, как он называет, он его выпивает, и такую фразу говорит, все, меня прет, меня прет, я сижу работаю, он там сидит за компом, то есть он может 4-5 часов вот прям вот максимально сфокусировано работать. И у меня то же самое было. Вот, и сил хватает и на детей, и на семью, и на много-много занятий. И вот SmartMeal для меня тоже раньше был такой продукт, мне он нравился, я его периодически покупала, но я его не пила, ну, так регулярно. То есть для меня это была вот такая палочка-выручалочка, как для мамы с детками, с поездками, либо в поездку, то есть я любила там, на конференцию еду, там, в поезд, в самолет, взяла с собой, мне удобно. Либо, допустим, что, доченька, мне стул нужен, мне стул нужен. Сейчас, сейчас, подожди, любимая. Либо, допустим, там с утра вот не успевая спокойно съесть, поесть, как бы себе намешала, выпила и там поехала, детей развязывали по каким-то делам, и все. Но когда пьешь на постоянной, ну, ежедневной основе, по-другому себя чувствуешь. То есть реально другое состояние, другое ощущение, не знаю, как объяснить. Кардицепс я тоже, мне понравился, полюбился. Раньше я его пила, но не постоянно. Тоже использовала в основном, когда там болеем, не болеем. И занюхивать, кстати, я люблю не только кардицепс, но еще и по ударке. Я еще старшую дочку научила. Да, как бы младший пока еще не очень. Мужа я тоже, он пробовал занюхивать, но он после него очень сильно чихал. Он сказал, я после этого не буду больше нужно занюхивать. У меня такая была реакция такая бурная. Вот. А дочке мне нравится. Вот. Наверное, все. Спасибо большое за отзыв. И очень здорово, конечно, когда и дети подключаются, и мужья вообще очень классно поддерживают. Я вот в этот раз, вот сейчас вот у нас будет, да, следующая программа с 1 апреля начинается. Я прям хочу... Он мне муж пообещал, так что я подключу мужа, и будем еще получать у него результаты. Так, продолжаем. Кто у нас следующий, кто хочет выступить, подключайтесь. Включайте микрофончик, говорите. Смелее. Кто у нас-то? Юля. Узнаю. Юля, ты готова? Или не Юля. Кто хочет? Я, знаете, сейчас пока еще вспомнила, кто-то заговорил тут про... А, Олеся, да, говорила про иммунитет, а я разболелась. Я вот только начала марафон, у меня в декабре было две поездки, перелеты, автобус, очень длительные такие. Я, ну, зимний вирус подцепила какой-то, да. Но я очень быстро вышла, буквально за три дня, у меня все встало на свои места, потому что в поездке гораздо сложнее, когда на тебя наваливается и там груда каких-то обязанностей, вот эти вот самолеты, недосыпы, разный транспорт. И еще такой был контраст между нашим югом, плюсовая температура, я поехала на север, там в минус 20, вот. И это вообще было очень круто, что именно на этом марафоне, благодаря, конечно же, кардицепсу в большей степени, такой вот произошел подъем энергии, что я вот как бы всего три дня поболела, а дальше все, дальше дела. И пошла, пошла, поехала, следующие планы, следующие цели. Вот, Юлечка. Я хочу рассказать, как прошел мой марафон, но он у меня был неполноценный. То есть я попробовала смарт-мил новый, и он мне не понравился на вкус. Я теперь сейчас знаю, почему. Вот сейчас он мне уже понравился, но это прошло время. И получается, я пила только солстик и кардицепс. Хочу вот обратить внимание, что вот у меня на кардицепсе было лучше настроение и было больше энергии. Но я его пила два раза по две штуки в день. Вот, то есть у меня даже было достаточно такой дозировки. Вот, солстики пила тоже два раза в день. А сейчас я хочу, конечно, подключить смарт-мил. Я научилась пить его правильно, чтобы было вкусно. Я поняла, почему мне было невкусно тогда. Могу поделиться. Прочитала дозировку. Ну, как обычно, пила две ложки мерные. Он получался очень сладкий. И вот сегодня, когда пришло вот это письмо от компании, что дозировка одна ложка, все стало на свои места. То есть одна ложка этого, боже мой, смарт-мила, ложка этого, локла. И какие мы с ягодки. Все, это просто прекрасный напиток. Я так уже два дня подряд ужинаю. Сегодня будут ужинать третий раз таким продуктом. И мне очень нравится. И самое классное, что у меня муж подключился. Со мной так же ужинает, что у меня есть поддержка, что я не сорвусь, потому что я не одна дома. А еще я очень счастлива, что мы сейчас запустили вот этот вот чат с девочками. И будем делать эти галочки, что мы это сделали. И каждая, каждая должна делать. Вот. Так что желаю всем энергии. Да, Юля, спасибо. Ну, ты знаешь, я далеко не отпускаю. У нас как бы тут в чате все девочки. Я только вижу одного мальчика. Это Олег, который врач-гинеколог. Так что я скажу так, что у нас с тобой есть один результат похожий, который очень женский. Но я знаю, что женщины стесняются об этом говорить, поэтому мы как бы скажем образно, но скажем. Очень женский такой отзыв может быть, потому что кардицепс и повышает потенцию для мужчин, но оказывается, для женщин он тоже повышает либидо. Олеся тут упомянула. Так вот, Олеся, может, ты и правильно делала, что ты снизил дозировку, раз тебе не надо. Но я знаю, мы с Юлей общались лично, и у нас у обеих вот такой положительный результат. Нам тоже, знаете, 40+. Что именно по-женски гораздо больше и либидо, и вот состояние готовности со своим мужем в хорошее отношение вступать. Вот так вот. Юля, было такое? Я хочу сказать, что был такой момент, что было прямо сложно, потому что состояние такое... Я не знаю, можно такое говорить? Мы же не будем это выкладывать никуда, правда? Мы просто тут скажем, и всё, да? Я не знаю. Ну, я могу сказать, что да, либидо повышается, и состояние влажной девчонки всё время. То есть это вообще, это просто... Ну, я была не готова, но прикольно. Ну, для этого должен быть мужчина рядом, потому что без него было бы сложнее. Ну, по две-два раза тогда. Если бы мужчина по две-два раза. С мужчиной... Я пила по две-два раза, Маша. Я пила по две-два раза. Ну, хорошо, будем знать. В любом случае это хорошо. Вот, так что можно сделать перерыв потом. Юлечка, спасибо, повеселили всех. Вот, я ещё увижу, у нас тут Ирина подключилась. Ирина, я знаю, что у вас результаты, Кондратюк, тоже хорошие. Поделитесь с нами. Да, здравствуйте. Я только не буду видео включать. Приболела немножко. Поэтому просто голосом скажу, что три месяца была, как положено, на марафоне. Всё чётко. Перепробовала все солстики. Но смарт-мил я давно люблю. Я его люблю с января 23-го года. Поэтому я его пила и до этого. А в марафоне продолжила пить. И просто начала экспериментировать со вкусами. Попробовала добавить солстики. Просто именно на продукции марафона происходит более быстро. Приходит более быстро стройность. Вот так хочу сказать. Ну, смотрите, я подключилась к марафону, как сейчас помню, в 20-х числах октября. Ведь до этого я весь год пила смарт-мил. Я уже сбросила вес. Но вот именно за три месяца, ноябрь, декабрь и январь, что я была вот в этом нашем марафоне, вес вообще пришёл почти в идеальную форму. 73 килограмма стал. Лёгкость очень сильная. Кардицепс, конечно, работает сначала. Употреблять я сразу начала по 2-3 раза. Но я не сразу почувствовала ту энергию, о которой говорили. Ну, как бы я и так была энергична, всё было хорошо. А потом, наверное, вместе с солстиками такой эффект какой-то. Вообще солстики – это такая крутая вещь. Наверное, если бы не этот марафон, я бы их никогда не попробовала, потому что меня отпугивала цена. Я вообще не понимала, что будет такой хороший, крутой результат на них. Что можно отказаться от кофе. На самом деле, вот мои дети я угощала. Когда, допустим, угощаешь, один раз даёшь выпить. С первого раза, может быть, даже и не понять. А когда ты пьёшь длитель на солстике энергии, мне очень понравился солстик ревайв. На слиме, видимо, результат стройности на ревайве, результат того, что лёгкость в суставах. И они очень круто работают. Поэтому, когда мы… Моё такое прям твёрдое мнение, что если мы эту программу пьём, то можно даже, допустим, не покупать хондроитин, глюкозамина. Достаточно просто МСМ приобрести. И вместе с солстиком ревайв. Ну, я просто так пробовала. Вот. Очень рада, что мы вновь возобновили этот марафон. Ещё больше людей подключится. В общем, идём дальше. Ирина, спасибо большое. Желаю выздоровления вам. И я сейчас вспомнила по поводу ещё кардицепса. Ко мне в гости в декабре во второй половине, ближе к Новому году, приезжали родители мужа. Я помню, был такой один день, когда мама проснулась его, и вот с утра она прям никакая. И она ничего не может делать. Просто она села на диван и сидит. Говорит, я не могу даже, ну, как бы встать. Ничего, ну, так, как бы по дому даже сделать, куда-то пойти. То есть никакого вдохновения. Я такая думаю, так, дай-ка ей кардицепс. Я говорю, вы согласны? Я вам сейчас тут это, кардицепс дам, две штучки. Она такая, ну, давай, куда уж деваться. Вот, дала ей две штучки. Прошло где-то, ну, не знаю, минут 15, там, да, ну, от 15 до получаса. Вот. Она встала, она художница. Взяла в руки листок для рисования бумаги, краски, вышла на балкон и стала рисовать. Вот. Я так на это смотрю, потом я спрашиваю, как ваши дела, энергии побольше? Говорит, да, хорошо, спасибо. Говорит, помогли твои капсулки. Вот. И эта история повторилась то ли на следующий день, то ли через день. Я говорю, ну что, капсулки дать? Вот. И второй раз то же самое произошло. То есть, в принципе, даже вот так вот, как скорая помощь, восстановить ресурс, я поняла, что это работает в том числе. Вот. Друзья, смотрите, если у кого-то есть еще желание выступить, поделиться результатом, давайте-ка, могу дать пару минут. А дальше я хотела пригласить, у нас тут есть зачинщик этого всего, Олег Нижегородцев. И у меня есть к нему тоже пару вопросов. Хотела ему задать, Олег, если ты можешь сейчас подключиться. Да, я уже здесь, сейчас только дойду до света и включу. Я иду, так сказать, в город, да. Это город у нас такой в Египте, магазины, все такое яркое, красивое. Вот где у нас сейчас была большая команда. Иры Шабановой и еще моих несколько человек. Вот, так что замечательно, да. Ну, вопрос такой, во-первых, как ты пришел к тому, чтобы создать такую программу? Как ты ее увидел? То есть, какие были причины? Скажи пару слов о себе. Кто же, кто ты? Потому что кто-то будет смотреть. Дело в том, что, наверное, знаете, как, вот эта программа, она собралась как бусы. То есть, была одна, скажем так, идея, вау-эффекта. И когда я только шел, пока нынче Саншайн, а вокруг были компании, которые работали только на кардицепсе. И я понимал, я видел результаты. В тот момент у нас еще не было кардицепса. Очень хотелось, чтобы он у нас появился. Потом появился. И я вижу, что, вообще-то, наши люди не умеют с ним работать. Они его не знают. То есть, они привыкли к каким угодно другим продуктам. Я увидел, что другие компании работают с этим продуктом. У нас его нет. Потом он появился, он есть. Но мы фактически не знаем. У нас такая широкая линейка, что он у нас просто недооцененный. И вопрос, было бы очень обидно, если бы у нас вдруг пропал этот продукт. Ну, и это один момент. Во-вторых, я вам скажу недоотечную ситуацию. Как я познакомился с кардицепсом, ну, нашим. Я его привез себе из Америки еще тогда, когда не было у нас. Ну, и поставил. Очень много спрашивали, у вас есть кардицепс? У вас есть кардицепс? Я показывал эту банку. И сам никак не решался ее выпить. Прошло года два, как закончился срок годности у этого кардицепса. Я его нахожу в холодильнике. То есть, я уже какое-то время к нему не обращался. Смотрю, уже там два года срок ушел. Думаю, ну, что от него ждать? Уже такой просроченный. А он мне еще был открытый. Я помню, несколько капсул успел оттуда выпить. Ну, тоже как бы особо не понял. Ну, с нескольких капсул. Много других программ. Ну, как бы, ну, ну и ладно. В общем, я его просто добавил. Знаете, чтобы, ну, раз уже продукт купил, дорогой из Америки привез. Ну, не выкидывать же его. И я его просто решил добить, вот, не обращая внимания на результаты. Ну, и потом произошел вау-эффект. Где-то через неделю я понял, что произошла какая-то метаморфоза на земле. Все девушки невероятно красивые, все невероятно сексуально привлекательные. И все остальное, вот. И я там, как бы, постарался создать хорошее настроение у жены, чтобы голова не болела. И все было в порядке. Но при этом, но при этом это мне не помогало. То есть, как бы, все равно было недостаточно ежедневного внимания жены. То есть, у меня это вообще, как бы, так, я думаю, что со мной происходит? Что такое? Я, в общем-то, начал исследовать те продукты, которые я принимаю. Нахожу этот кардицепс на американском, ну, как бы, с американской этикеткой. И читаю, что там повышение либидо. Ну, и я понял, ага, вот где собака порылась. Вот. Ну, и это очень сильно, так сказать, врезалось, пока я допил эту банку. Вот, это очень сильно врезался этот период жизни в мою память. Как знаете, в мои эмоции. Ну, то есть, первое. Есть классный, работающий, шикарный, универсальный продукт, который закрывает много различных вопросов. И пользуясь только узконаправленными, ну, недостаточно правильно. Хорошо бы пользоваться и тем, и другим, и третьим. Вот. Второе. Нельзя дать, чтобы эту программу по кардицепсу у нас закрыли. То есть, нужно, чтобы этот продукт об этом знали. И, в-третьих, ну, опять придет какая-нибудь компания со своим кардицепсом. Ну, и может забрать какое-то количество партнеров. То же самое с белковыми коктейлями, смарт-милл, да, там и так далее. То есть, моя задача в этом марафоне, кроме того, чтобы показать, рассказать об этом продукте, моя задача защитить наш продукт было. Вот именно защитить, чтобы его узнали, чтобы, наконец, почувствовали. Для его можно почувствовать только не при разных акциях, а при постоянном потреблении. Так, как это было в других компаниях. То есть, в других компаниях у них вообще все было на кардицепсе. Кардицепс, грубо говоря, там с лимоном, с петрушкой, с чесноком. Ну, условно говоря, вы поняли, там, с панцирем краба. Но везде кардицепс был. Вот. И это первый продукт, который мне было важно сохранить. Но он сам по себе отдельно, он как бы недостаточно работает, да, как основная программа. Хорошо бы еще накормить тело, накормить, дать какую-то базу, чтобы было не сколько истощения, сколько питания. Ну, и второй продукт, смарт-милл, это белковый коктейль растительный. Как раз подоспела информация лет пять назад, что животные продукты все-таки по своему аминокислотному составу, они повышают, употребление только животных белков повышает риск онкологических заболеваний. А вот белок растительный по своему аминокислотному составу, он не такой крутой в точке физики, там, знаете, спортивных достижений, еще чего-то. Но он также очень важный, интересный. И он как раз защищает от онкологии. То есть у него не только не провоцируют, он защищает от онкологии. Поэтому смарт-милл можно рассматривать именно как защитник от онкологии. Я считаю, что так как она там второе-третье место в мире по причинам смертности, а по причинам страданий людей, наверное, вообще первое место занимает. Согласитесь, да? То есть человек, который получает такой диагноз, это как дома около в месяц на человека висит, и психологически справится, и все остальные вопросы. Ну, как бы, нехорошо. Поэтому я подумал, что смарт-милл круто, и тем более, опять-таки, опыт других компаний, изучение рынка. И я выяснил, что, например, одна из компаний, ну, назову ее Гербалаев, со своими коктейлями, они 80% продаж закрывали на коктейлях, только на коктейлях. Не банки, не что-то. Еда. Функциональная еда. При том, что они делали до 4 миллиардов товарооборотов. Я подумал, а почему мы, скажем так, как компания, как имеющая крутой продукт, имеющая вот, ну, такие возможности, нутрициологические, создать классные, уже созданные продукты классные, а мы опять на них заценили. Я много раз интересовался статистикой продажи этих коктейлей в прежние годы. Увы, она была печальная. То есть она была печальная. Многие продукты, вы помните, потом продавался со скидкой. То есть была вероятность, что компания просто перестанет на него поставлять, потому как терпит убытки из-за того, что сроки заканчиваются. Минимальная партия такая-то. Подали, сроки заканчиваются. И спасать. Я очень давно стал читать лекции по белку, конкретно по спорнилу. Но это была отдельная, как бы такая мысль, отдельная тема, отдельная смарт-мин. Вот, то есть, а, мы тоже, то есть моя цель была, а, сохранить шикарный продукт. Для кого? Да в первую очередь для себя. Потому что если компания не привезет его на рынок, я не смогу этим пользоваться. Мне-то он нужен. Но начиная с себя, да, то есть, и поэтому я активно пользовался, пропагандировал, угощал. Ну, все, что мог, делал. На всех наших встречах, на лидерских. Например, лидеряды мы проводили так, что коктейль у нас стоял на завтраке, в перекусах. То есть, он просто стоял на воде. Ну, как бы, вода, коктейли, хлорофилл, там, соусники. Они у нас стояли на столе, и каждый человек мог прийти, в любой момент, сделать себе коктейль, при том, что завтраки, обеды, ужины, все было. Ну, то есть, в любой момент он мог себе позволить, ну, просто прийти и сделать перекус, сделать перекус по коктейлю. То есть, как мог, тоже его продвигал, пропагандировал и так далее. Вот. И поэтому, первое, шикарный, уникальный продукт Smart Mill, которого нету, аналогов других компаний. По наполнению, по белку, жирами, длинными углеводами, которые нам важны для поддержания глюкозы, настроения, работы эритроцитов, которые несут кислород в головной мозг. То есть, не столько глюкоза нужна для нервных клеток, как чтобы эритроциты перенесли кислород туда. Вот я хотел бы, чтобы это еще понимали. То есть, ни в одном вины углевода, вообще углеводы нужны не только в крови, только для головного мозга. Они нужны эритроцитам, потому что, если эритроциты не переносят кислород, то, соответственно, они именно кушают только глюкозу. Эритроциты у них такая особенность. Они там безъядерные, они такие специфичные. Вот основной путь энергообмена для того, чтобы обеспечить газообмен. Соответственно, все факторы, все органы начинают страдать. Не приносят достаточно питательных веществ, или они страдают. В общем, крутой, классный продукт. А, конкурентоспособный. Б, там, В, он мне лично нужен. Я хочу, чтобы он был на рынке. Я хочу, чтобы как можно большее количество людей пользовалось не ГМО-продуктами, потому что большинство коктейлей на рынке это ГМО-продукты. Содержат там либо масло канолы, либо генетически модифицированную сою, еще что-то. То есть, очень много продуктов с ГМО-продуктами. Компания Ныча Саншайн имеет отдельный сертификат, что она не использует ГМО-продукты вообще. То есть, это уникальный коктейль без ГМО-продуктов. Таких на рынке практически нет. Трудно найти. Вопрос, сколько они тогда будут стоить. Уже рассказал все его там часть его положительных свойств. Плюс, не хотел бы убирать вес. Тоже для контроля веса. С утра нужен белочек загрузить в свой организм, для гормончиков, для всего остального. В общем, это был второй продукт. Третий продукт это солстики. К сожалению, на европейском рынке только солстик энергии. У нас три солстика уже неплохо. В Америке штук семь. Есть типа Дефон защитный для иммунной системы. кардио, есть еще какие-то другие. То есть там, по-моему, до семи штук солстика с аллергенином. Там есть, то есть они подороже, до 70 долларов за упаковку есть. Ну, то есть в Европе таких много, в Америке таких продуктов много. У нас пока три, но опять-таки мы уже потеряли солстик nutrition. Помните? Тоже был такой шикарный продукт. То есть у нас угроза было потерять солстик ревайс, солстик slim. Вот. Поэтому нужно работать с этим продуктом дальше. И, во-первых, люди должны узнавать. Но узнавать не с одного пакетика, как только что правильно сказала. А им нужно попользоваться, чтобы распробовать, понять этот вкус, вообще кайфануть от него и потом дальше сделать выбор. Да, нужно какое-то время с ним его попить, попробовать и тогда уже влюбиться. Вот. Поэтому, опять-таки, нетоксичный, реально моделирующее настроение, активность, энергия. Я на спорт без солстика Energy не хожу. Вообще, у меня сейчас на полторашку это пакетик Energy, пакетик Slim и пакетик Revive. То есть я такой коктейль на полтора литра и на тренировку. За два часа волейбола я это выпиваю, мне еще не хватает. То есть вот три пакетика. Два раза в день пошел на волейбол, значит уже три литра только с солстиками, это уже шесть пакетиков солстика. Ну, сейчас, PowerBits ягодный, красный использую с европейского рынка. Шикарно, кстати, работает по повышению энергии. Тоже выработка энергии в PowerBits заложена и важна. Ну, вот так. То есть вот три продукта простых. Да, это финансово нагружает кошелек, но наша задача выйти в элитный круг людей. Да, мы можем быть со средним доходом, чуть ниже среднего, как мы там воспринимаем, но если мы хотим хороший большой бизнес, нам нужно опираться на людей состоятельных. Очень много людей хотели бы в министерствах, ведущих менеджеров не глушить кофе целый день там в автосалонах, у них там стоят кофемашины, но они уже сами понимают, что они загибаются от кофе, альтернативы нет. Может быть, кстати, вариант пройти, сделать презентацию, ну, не для там бедных менеджеров, которые внизу, а для каких-то там вот в автосалонах по менеджерам предложить им альтернативный напиток для того, чтобы, ну, скажем так, поддержать свою энергию и с противовоспалительным действием. Да, чем отличается солстик, в первую очередь, от кофе? Он с противовоспалительным действием, с антиоксидантами, и это уже круто. То есть антиоксидантный противовоспалительный напиток это солстик энергию, это солстик слим, тоже туда, это солстик ревайз, ревайз еще и регенерация ткани, это очень круто. Вот, поэтому пробуем, пьем, вот, хорошо, что у нас два солстика, у нас была, так сказать, возможность выбирать, какие будут солстики в программе, запланирую успех. Ну, вот, после некоторых дискуссий, убеждений с антидепрессантным инфектором солстик слим, то есть выбрали один энергию, один слим, ну, чтобы люди больше попробовали именно и такой антидепрессантный либидоэффект от солстика слим, я тоже думаю, это прекрасно. Вот, и коррекция веса тоже огромное количество людей интересует, у них это с успехом ассоциируется, снижение аппетита, уменьшение потребления еды, это все туда же в одну копилочку. В общем, появилась такая классная программа для обывателя, который, скажем так, просто клиент, ему нужен успех, ему нужен амергия, ему нужен суперрезультат. И это, соответственно, раз мы удовлетворяем, закрываем очень много потребностей рынка, то, соответственно, это маркетинговая составляющая. Мы нашли эту потребность, мы нашли три простых продукта, которые классно закрывают эти потребности. Осталось об этом только говорить. Сам по себе себя солстик не продаст, кардицепт сам себя не продаст, смартмилл сам по себе не продаст. То есть это нужно говорить активно, до тех пор, пока мы не найдем 10-20 семей, которые будут влюблены в этот продукт и у которых он будет на постоянной основе. И это уже будет составляющая 20 семей, извините, это 4 тысячи баллов по минимуму, а может быть 8 тысяч или 10 тысяч баллов. И это уже ваш доход тысяча, полторы тысячи долларов, евро, постоянный доход, достаточный доход. В общем, вот такие мои мысли. Мария, какие есть еще вопросы? Ну, у меня вопросов нету. Так информацию вся исчерпываю, действительно, еще больше захотелось вернуться к солстикам. Я просто вспомнила, как мой племянник 18 лет, да, то есть как раз такой возраст, когда и напитки какие-то, да, и фанкфуд, и вот приняли решение убрать хотя бы вот эти все лимонады и заменить их на солстиками. То есть ну давай пей воду, а я понимаю, что такое подростку пить воду. Ну, фу, бяка, будем прямо говорить. Слушай, а давай солстиками. Он говорит, я помню, я их пробовала, я ему принесла вот три сразу же, я говорю, ты какой любишь, он говорит, я помню, что мне ревайв нравился, сказал он. Вот, то есть это действительно классная вещь, как замена, ну, таким неправильным привычкам. Да. Я вам хочу еще сказать, что моему сыну четыре года девять месяцев, уже три года он точно пьет солстики. То есть где-то там с полутора-двух лет он регулярно папин чай, это называется папин чай, папа, я хочу твой чай, или мама теперь знает, что такой же чай, у нас немножко разный, ну, база солстик энергии, база, да, вот, все, и я привел недавно к учителю Ивану, что-то просидел перед этим, перед мультиками, такого редко было, но он просидел час или больше. Я его вырвал с этого состояния, повел к учителю. Представьте, какой он вялый, апатичный, никакой. Я с собой взял тогда солстики у меня были, попросил горячей воды, сделал себе чай. Говорю, Ваня, будешь папин чай? Да. Иваня такой, учиться не хочет, с учителем конфликтует, все отказывается делать. Так, пару глотков, Ваня уже что-то там прочитал. Так, смотрю, опять начал засыпать. Ваня, еще будешь чай? Да. Ваня, пару глотков, еще минут на 5-7 включился, с учителем там посчитали, почитали там, ну хоть как-то. Говорит, что это у тебя за чай, что ты там ему даешь? Ну, потом я как бы сделал идею, оставил, ей очень понравился вкус, очень понравилось действие. вот, я не пытаюсь продвинуть, продать, и это как бы, ну, не знаю, захотят, спросят, как бы, дегустация была, результат она видела на Ване, на мне, на себе, так что лучшей презентации уже быть не может. Так что детям это можно, безопасно, с любого возраста, я бы так сказал, с любого возраста. Я не думаю, что вы в год захотите стимулировать, но если вот, например, ребенку надо позаниматься, что-то сделать, а он отказывается, капризничает, то можно и дать соус-тик, чтобы ребенка включить. Это тоже вариант. Даже на кратковременно включить, это тоже вариант дать ему соус-тик несколько годов от своего чая. Здорово. Мне понравилось. То есть успех и у детей, и у взрослых. Да. Если у кого-то есть вопросы, можете сейчас задать Олегу. Вот. Но я считаю, что мы сегодня вообще классно поработали, поделились своими результатами на марафоне. Вот. И всех тоже ждем на следующем этапе, да, у нас будет такой вот именно не марафон уже, да, то есть это второй подчат поддержки, где мы самостоятельно заходим с программой купленной. Также там будет любимый момент у многих, это розыгрыш, промоушена. То есть мы не только себя наполняем, мы не только пьем, едим, получаем энергию, входим в ресурс, стройнеем, у нас будет прямо отдельная там группка в нашем чате. Вот. А мы еще можем себе либо часть такого, как частью окупить эти затраты, а может даже полностью, да, все зависит от вас, от того, как вы будете делиться вот этими результатами, которые вы классно сегодня всем рассказали и приглашать людей улучшить свое здоровье, улучшить свою энергию, стать успешнее в любом своем деле начинания, что касается здоровья, что касается там работы, деятельности своей. Вот. И я вам желаю вот от всей души всего хорошего, успеха, удачи. Мария, можно я скажу, это Зоя Цушко, я очень хочу поделиться тоже своим результатом. Да, давай. Вы многие знаете меня, наверное, что у меня была онкология, и я решила попить процепс, а тут Олег предложил вот эту программу. Как раз я что-то плохо себя чувствовала. Сейчас, пожалуйста, и вот я начала пить кордицепс начала пить, солстики начала пить, но смарт-милл это у меня ежедневное, каждое утро я его пью. Вот. И вы думаете, что вы думаете, у меня так болела спина, и через два месяца я почувствую, что у меня спина-то вообще не болит. Вот. Вы представляете, от этой программы я даже не ожидала от того, что у меня, ну, уже возраст 73 года, конечно. И я, конечно, была вот так удивлена. Спасибо большое и Олегу, и всем девочкам, которые такие классные результаты рассказывали. Вот. так что кордицепс и смарт-милл мне помог именно так, что я стала хорошо чувствовать себя. У меня не болит ни спина, ни ноги, ничего. Так что, девочки, результат такой. Здорово, Зоя. Спасибо большое, что вы поделились. Тоже очень ценно. То есть, какие, смотрите, разные результаты. И я очень за вас рада, действительно, счастлива видеть и лица эти яркие, сияющие, такие вот наполненные. Вот. Олег, хочешь что-то добавить? Я, можно еще одно, да, да, я хочу добавить, что я дал часть информации об этой продукции. Если вы хотите еще больше информации об этом продукте, у нас есть запись на Ютубе, которая уходит на парафон успеха, да, запланирую успех программу. И есть еще аудиофайлы, разъясняющие ценность важных таких продуктов более подробно, более расширенно, глубже. То есть, если вам такие файлы нужны, то, пожалуйста, обращайтесь за файлами тем людям, кто предоставил вам эту запись или те, кто вас пригласил сегодня, и вы получите еще больше важной ценной информации и поможет разобраться в этих продуктах. Спасибо. Да, спасибо, спасибо, Олег. Да, я хотела сказать, что действительно, что поскольку здесь могут быть и новички, кто в записи, например, будет смотреть, вы всегда можете обратиться к тому человеку, который вам ссылочку прислал на видео, который вас пригласил, и задать много или немного вопросов, уточняющих, потому что есть ценнейшие вебинары, как Олег сказал, ценнейшие видео, где все подробно и по каждому продукту, и по составу, и что это дает на разных системах и органов. Это все есть, это и обучающая программа, это для таких головастиках, которые любят углубиться, которые любят получить эту информацию и еще и передать даже дальше. Вот. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok